Братья и сестры, будем читать в начале книга пророка Исаия, 9 глава, 6 стих. Книга пророка Исаия, 9-6. Очень знакомый для нас текст Писания. Ибо младенец родился нам, сын дам нам, владичество на временах его, и нарекут ему чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира. Аминь. Этот текст Писания читают обычно ближе к Рождеству, и мы приближаемся к этим дням, когда будем вспоминать о нашем рожденном Иисусе Христе. Я хотел бы вместе поразмышлять одни из этих имен. Слово Божие говорит об Иисусе. Советник. Здесь говорится о пяти их, и одни из них — это, что он будет советником. Я несколько текст Писания прочитаю, где еще вспоминается это слово. Потом немножко поразмышляем, как мы сегодня применяем эти тексты Писания, правильно, неправильно. Ну и потом несколько примеров библейских, когда люди в период Рождества слушались советника Иисуса Христа или Бога тогда Отца. Поэтому Слово Божие говорит, что придет на землю чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира. Такие разные названия, и все это одна личность в Иисусе Христе. Первый текст, Псалом 72, 24, говорится так. «Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Какие чудесные слова. Вот мы прочитали, что наш Спаситель есть нашим советником. Я не думаю, что стоит разбирать, что это слово значит. Оно сейчас тоже это слово часто используем. Мы используем ему советы, даем советники. Поэтому я думаю, что мы понимаем, советник — это того, которого мы слушаем, есть тот, который больше нас знает, и он что-то нам хочет посоветовать, и мы хотим от него, чтобы он нам кто-то посоветовал. И вот Псалмаспив говорит, что «Ты, Бог, руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Я думаю, что каждый из нас хочет такого советника, чтобы он в нашей жизни так нам управлял, чтобы в конце концов мы пришли в славу. То есть вечность увидеть нашего советника вживую. Следующий Псалом, это Псалом 118, 24, говорится так. «Откровения Твои, утешение Мое, уставы Твои, советники Мои». Здесь еще подчеркивается, что Слово Божие, уставы, заповеди, поваления, они, оказывается, могут быть советниками. Они могут быть советниками и есть советниками для христиан. напрямую «Господь советник», также Слово Божие, которое тоже от Господа, и тоже Господь, оно является советником. Еще в Псалом 15, 7 говорится так. «Благослю Господа, вразумляющего Меня, даже и ночью учит Меня внутренность Моя». Здесь нет конкретного слова «советник», но мы понимаем, что вразумляет это Господь и дает советы. И мы, наверное, практиковали свои жизни, если вечером или в течение дня что-то особое было такое, то, скорее всего, что оно может быть и ночью проснится, или мы можем будет просынаться и помнить об этом, видеть. И тем более, если размышлять больше, чем обычно, о Слове Божьем и перед сном, то, скорее всего, и нам и ночью приснится, и мы можем размышлять, или мы знаем, были моменты, когда люди готовили проповедь во сне, они размышляли так много о тех текстах Писания. Но также были моменты, которые мы позже посмотрим, что Господь вразумлял даже через сон. Исаия 11, 2 говорится так, «И почиёт на нём Дух Господень», на нём это на Иисусе Христе, это тоже пророчество о будущем, который же «Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Оказывается, вот наши советники, это напрямую Бог через Слово Своё, через Духа Святого, насколько хороших и настоящих мы имеем советников, которым Господь говорит, что Сын дан нам, Он будет советником. И вот это Иисус, который уже был на земле, когда Он говорил откровение Иоанна Богослову, Он тоже что-то советовал. 3, 18 говорится так, «Советую тебе купить». Интересно, что это Слово-то говорит, «Я советую». Мы иногда говорим, «Но я советовал бы тебе ехать той или другой дорогой, или что-то ещё». Иисус тоже говорит в нашем переводе, «Советую тебе купить». Ну, я перечислю дальше. «У меня золото огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глаза мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Мы, советую, уже Слово немножко разобрали, но здесь ещё говорится, «купить у меня». Интересно, что почему Бог решил здесь вставить Слово именно «купить», ведь Бог ничего не продаёт. Иисус не занимался, можно сказать, нашим Словом, бизнесом. Всё его даром, спасение даром, белые одежды, кажется, даром, мазь на глаза даром, но Он здесь, это не случайно, сказал «купить». «Советую тебе купить у меня». Господь, оказывается, что-то как будто бы продаёт. Но я думаю, что можно по-разному объяснить, и братья могут, как они это понимают. Но одно из значений, я так думаю, что здесь именно Господь говорит «купить», потому что мы знаем, когда мы что-то покупаем, то это, чтобы что-то купить, надо что-то своего отдать. Большинство – это финансовое или что-то другое. Если бы там было написано «советую у тебя взять», ну, у нас иногда после собрания есть там, что можно даром взять. И мы это понимаем, посмотрели, ну, может быть, пригодится, возьмём. Но если там было написано «продаю», продаётся, то мы бы думали, ну, оно, ну, не хочется мне давать что-то своё личное, что на то, что я не уверен, что оно мне нужно. И поэтому здесь говорится конкретно «купить». Что-то нужно отдать своё, чтобы приобрести золото огнём очищенное, белую одежду, чтобы одеться, глазную мазь. И мне кажется, что часто мы, христиане, в первую очередь я, иногда забываем об этом, чтобы вот это иметь драгоценное, что-то должно стоить нас. Ну, что я могу купить золото, сладче мёда и капель сота, Слово Божие. Как я его могу купить? Наверное, отдать своё драгоценное время. Не финансовое, отдать своё время, отдать свои силы. Я как-то бы даю Господу время, даю Господу силы свои, а Он мне даёт, вот, вразумляет меня, наставляет меня. Как я могу купить белые одежды? Ну, это, наверное, тоже, если я буду стараться, или мы будем стараться жить свято, поступать правильно, вот, влаживать вот что-то туда. И Господь нам даёт белые одежды. Он не продаёт, но нам это что-то стоит. И, к сожалению, в этой стране, и даже оно в нам приходит иногда, что христианство, оно такое дешёвое, оно бесплатное, как-то так. Но нет, Господь конкретно говорит, я, Бог, и я советую тебе купить. Купить, что очень важно, золото, глазная мазь, много людей, христиан, поверхностно видеть, смотреть на Слово Божие, на окружающий мир. Почему? Наверное, потому, что они не покупают то драгоценное время, те возможности, чтобы смотреть Слово Божие так, чтобы потом правильно видеть. Они думают, что этот даром как-то придёт, им знание о Господе, знание о настоящем мире, знание о будущем, но нет. Господь говорит, я не даю даром, я советую тебе купить. Первую часть, которую мы уже прошли, что Господь, у нас есть советник, и Он советует нам много. Он советует вникать в Слово Божие, Он советует, чтобы мы вразумляли на Слово Божие, и Он советует, чтобы конкретные вещи, которые мы можем купить. Но есть стих такой, Римлянам 11, 34, «Ибо кто познал ум Господень?» Знак вопроса. Или кто был советником Ему? Знак вопроса. Никто из нас не познал ум Христов, Господень, и никто не был советником Бога. Кто из нас что-то может посоветовать Богу? Или наш Господь нуждается в наших советах или у кого-то еще? Но можно стать кому-то, советовать месту Бога. Вот человек, христианин, подошел и спрашивает, меня ли кого-то другого? У меня такая ситуация, как ты думаешь поступить? Я говорю, «А, у меня такое было, ты сделай так, так, и так, и так, и так, и так. И этим можно мы посоветовать свой совет. Или мы можем подойти и сказать, вот у меня такая, кто-то может подойти ко мне и сказать, у меня такая, такая ситуация». Я говорю, «Окей, а что об этом говорит Слово Божие? Ты читал, молился, размышлял, давай вместе помолимся». И что я этим сделал? Я этим помог человеку вот купить вот это драгоценное время, возможно, вместе с ним занимался, чтобы он пошел к настоящим советникам, советникам большой буквы, а не я становился советником в том или другом деле. Ведь в наше время мы нуждаемся в советах, в разных сферах. И как хорошо, когда этот совет от Господа или от Господа через нас. есть еще хуже ситуации. Абсалом 1, мы хорошо знаем, там говорится, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Есть совет нечестивых. Там дальше говорится, не ходит, не стоит и не сидит. Но мы живем в таком времени, что мы в своем доме можем сидеть на том же диване и получать советы святых и советы нечестивых. Просто одним нажатием. И настолько мы живем в этом опасном времени, что нам не надо никакого движения делать. Вот как тогда было, когда писался этот псалом, нужно выйти с дома, нужно пойти куда-то, где совет нечестивых. Тебя кто-то может увидеть, тебе будет стыдно, тебя там что-то скажут. Но сейчас одним нажатием и мы можем попасть в совет святых или совет нечестивых. И это еще становится более опасно и более важно вникать в совет праведных, куплять непосредственно каждый день что-то от Господа, чтобы держаться его советом. Но еще есть побольше, которые апостол Павел говорит Галатам 1,16. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Вот сейчас мы пришли на собрание, нас меньше, чем мы были утром. И по разным причинам люди не пришли. Но, возможно, кто-то посоветовался с плотью и кровью, говорит, ну, моя плоть устала, завтра на работу, поэтому плоть, отдыхай дома. Понимаете, да? Посоветовался с плотью и кровью. Но это еще не страшно. Апостол Павел, когда советовался с плотью и кровью, и не принимал советы, и он что, на безопасные, его много избивали, которая плоть страдала, много крови истекала, он отказывался от благополучия, и он отказывался от удобства, потому что он не советовался с плотью и кровью. Вот это да. А еще больше Иисус Христос, который был советником, насколько часто он не советовался с плотью и кровью. А он ходил и покупал это золото чистое очень часто. И белую одежду, и глазную мазь. И оказывается, вот какой совет и какой пример нужно брать для себя. Ведь даже его жизнь от дня рождения, когда он родился, и до восхищения полностью, можно сказать, совет для нас, как жить свято, узнавать Господа. Метю Генри тоже об этом стихе. Исайя 1, 6 говорит так. Он советник, ибо он непосредственно знал предопределение Божьей от вечности и дает советы с нам человеческим, заботясь о нашем благополучии. Именно посредственно его Господь вразумляет нас и советует. И для нас самый лучший выбор, самый лучший, это прислуховаться советнику к большой буквой. Слово Божье говорит и советников, братья, сестер, есть у притча, говорится, что если кто больше слушает, кого больше советов, больше, тому лучше будет, лучше выберут, конечно, когда мы строим дом свой, или что. Лучше побольше иметь советников, чтобы они посоветовали, чтобы нам не делать ошибки, кто уже вокруг нас сделал. Но есть то, что только Господь может посоветовать напрямую через Слово Божие или через людей, которые напрямую через Слово Божие получили совет. Вот такие пример о Господе, который был советом для нас. А теперь три примера, не примера, а вот несколько стихов, а теперь три примера. Три примера мы приближаемся к Рождеству, я хотел бы их подчеркнуть из Рождества. В этот же месяц мы слышим музыку рождественскую, наши дома, возможно, украшаем как-то особую. И хотелось бы, и дети, и мы репетируемся, хотелось бы, чтобы больше тоже об этом размышляли, об этом празднике, который совсем недолго уже перед нами. И первый пример это Мария. Что же она, какой совет она спрашивала? Луки 1, 34, Мария говорит, Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Мы знаем, что ангел Гавриил явился ей и сказал, что ты родишь сына и так дальше. и эта молодая женщина, девушка была, достаточно хорошо знала Писание. И она опять возвращается к нему и сразу спрашивает совет, как мне быть? Как же это будет? И ангел отвечает. И сказал ей ангел, Ду Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего сенит тебя, посему и рожденный и святой наречется Сыном Божиим. Марии ничего не надо было делать, чтобы это было зачатие и так дальше. Ничего. Но она хотела знать, как это будет. И тот, который принимает наши вопросы и дает советы, он сказал, вот так оно будет, вот так оно будет. Дальше Иосиф, Матфея 1, 19 и 20. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желал огласить ее, хотел тайно отпустить. Но когда он помыслил это, сей ангел Господний явился ему во сне и сказал, Иосиф, син Давиду, и уже совет дает ангел, не бойся принять Марию, жену твою, и отвечает на вопрос, который раньше Мария задала, ибо родившийся в нее есть от Духа Святого. Во сне Иосиф не спрашивал вопросы, но Господь позаботился, чтобы он сразу и получил уже ответы. Это не от тебя, от Духа Святого. Все хорошо, все правильно. И Иосиф послушался то, что Господь сказал. Что бы было бы, если бы он не послушал бы этого повеления, этого совета, мы не можем даже себе представить и не надо. И третий пример Матфея, 2 глава, 13-14 стих. Когда же они отошли, это мудрецы, все ангелы Господни являются во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет и будь там доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он взял младенца и матерь его и ночью пошел в Египет. Здесь мне вспоминается пример, то, что я выше прочитал Галатам. Он не советовался с плотью и кровью. Ангел явился ему поздно. Может быть, в прошлый день или несколько дней назад пришли мудрецы из далекого краю принесли драгоценности. Иосиф и Мария узнали еще раз убедили, что о рожденном Иисусе знают не только в Ифлиеме или Иерусалиме или еще знают очень далеко. Они знают, что это необычный ребенок, это царь. Они принесли эти дары и кажется, вот, начинай, продавай эти дары, используй, может быть, дом как-то бы лучше сделать или что-то, но нет. Совет ему был, повеление ему было, вставай и беги. Беги, куда, не знаешь куда, в Египет, в чужую страну. И мы знаем, Иосиф не советуется с плотью и кровью. То есть, ну, может быть, позже, может быть, это тяжело. Господь ведь провел до этого момента, Он защитит и дальше. Он усмотрел все, когда мы были в Ифлиеме, Он усмотрел до этого момента, Он позаботился о данном финансе. Нет. Сегодня Он решил полностью прислушаться Его Совета. И в нашей жизни не бывают ли те моменты, когда мы советуемся с плотью и кровью, что же лучше сделать? Сделать, как плоть нам говорит или прислушаться Советника с большой буквы? Этот месяц мы будем вспоминать об этом Советнике. Мы говорим Иисус Христос, Владенец, а дальше мы не говорим Советник. Но как бы хотелось чтобы мы на Него смотрели и в этом месте еще больше как на Советника. Вот как-то бы больше старались прислуховываться к Его Советам. Если посмотреть на Рождество, как праздновалось несколько сотен лет, то оно немножко сейчас изменилось. Тогда люди, христиане, которые верили в Бога, пытались во время периода Рождества кому-то помочь, бедным дать покушать, кого нет одежды дать одеть. Но сейчас мы больше как-то перешло нас вот другу подарки дадим и все. Как-то бы большинство, я не хочу говорить за каждого из нас. Но хотелось бы, чтобы именно в этот период, вот в это Рождество, которое скоро уже будет, мы получили какой-то совет от Господа, как мы можем особо помочь кому-то в это Рождество. Как Господь поведет, Он может вести каждого по-разному или конкретно нашу церковь, чтобы в это Рождество мы вот пережили, что Господь является нашим советником, что Он что-то посоветовал, чтобы мы что-то могли сделать для других людей, и, скорее всего, которые живут далеко от нас и которых мы не знаем. Но что касается меня и каждого из нас, как бы хотелось бы, чтобы этот стих «Советую тебе купить», мы позадумались, а что Господь сегодня при дружеством советует мне купить? И пойти к Нему, говорит, «Советую тебе купить у меня». Дальше там написано золото. Мы можем перечислить, что нам не хватает в нашей жизни. И пойти Господу и купить Его, отдать то, что нам ценное, за то, что не имеет цены в будущем, в вечности, чтобы мы в это Рождество, период подходящих Рождества, особо пережили, что наш Господь, Он и Бог крепкий, Он и Отец Вечности, Он и Князь мира, Он и Советник наш. Аминь. Капли Сота, слушай и назидайся.